Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о проблеме безотцовщины. Сегодня я хотел бы затронуть, прикоснуться к Иоанну Крестителю и его миссии на этой земле. Давайте прочитаем, что Бог возложил на предтечу, какие функции у него были. Это 4 глава книги Малахии, последние два стиха, 5 и 6. Вот я пошлю к вам Илю пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед, не поразил земли проклятьем. У пророка была очень важная функция. Первая вещь, которую он в обязательном порядке должен был сделать, это разрешить проблему разрыва поколений, разрешить проблему. И она, смотрите, заключается не сколько в том, что дети вырастают глупыми, а в том, что сердца отцов не принадлежат детям и сердца детей не принадлежат отцам. И это очень важно. Одна из функций перед тем, как Бог начнет действовать на земле, функции пророческого служения в современном мире состоит в том, чтобы сердца отцов вернуть их детям и вернуть сердца детей их отцам. То есть вернуть поколения друг другу, разрушенную взаимосвязь между поколениями восстановить. В противном случае не то, что о каком-то пробуждении мы не можем говорить, но я думаю, что мы вообще не можем говорить о прогрессе. Будет происходить постоянный регресс. Я думаю, враг понимает это. Поэтому его удар прежде всего нацелен на вот эту цепь поколений, чтобы прекратилась преемственность. И отцы посвятили себя чему-то гораздо более для них важному и интересному, чем их дети. В этом, наверное, корень из отцов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!